МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В предновогоднюю неделю ледовую арену города Одинцова озарило яркое спортивное событие – презентация нового логотипа и формы хоккейной команды «Армада». Центр хоккея и фигурного катания был заполнен до отказа. Хоккеисты, фигуристы и родители с нетерпением ждали появления на льду спортсменов в новой экипировке. Не только новобранцев спортивной школы Одинцова, но и взрослых любителей хоккея, которым предстоял товарищеский матч. Они появились на льду под аплодисменты зрителей и радостные возгласы болельщиков. Хоккеисты спортивной школы Одинцова презентовали новый логотип и форму как в лучших клубных традициях мирового хоккея. Стать настоящей спортивной «Армада» этим ребятам еще только предстоит. Первенство Московской области в самом разгаре. Новая форма исполнена в белом и синим цветах. Олень – символ мужества, надежности и силы. Редактор субтитров М.Ли Patterson ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хорошая форма. Как вы думаете, почему на вашей форме изображен олень? Ну, это символ города нашего. Символ города и символ силы. Но олень сильный очень, по ногам, бегает очень быстро. Новая армада приходит на смену действующей искре. Хоккейной традиции предстоит закрепить тренерскому штабу спортивной школы Одинцова. О перспективах развития хоккея в Одинцовском районе на открытии спортивного праздника говорил глава района Андрей Иванов. Эта тема еще прозвучит в программе «Время спорта» чуть позже. А пока остановление отделения хоккея в первом полугодии директор спортивной школы Одинцова Владимир Леонтьев. Команды выступают в восьми возрастах. Самые старшие ребята – это 1999 год рождения, самые младшие – 2006 год, которые наиболее удачно выступают в играх открытого первенства Московской области. Ваши личные ощущения от такой заявки «Армада» – это что-то мощное, что-то такое громогласное? Это в переводе с морского языка большое скопление кораблей, махина. Нам очень хочется верить в то, что название и уровень мастерства наших воспитанников будут соответствовать. Презентация «Армады» стала настоящим спортивным праздником для хоккеистов и фигуристов. Ребята, занимающиеся в спортивных отделениях, включились в нешуточную борьбу, в шуточных состязаниях. Юноши и девушки соревновались в меткости, ловкости и сообразительности. Фигуристы точно забрасывали шайбу в ворота, а хоккеисты с легкостью прыгали через скакалку. Шайба. КОНЕЦ Продолжение следует... Хоккеисты и фигуристы дуэтами исполнили ламбаду, а затем перешли к эстафете, где по доброй традиции победила дружба. Все участники соревнований получили памятные подарки от главы Одинцовского района. И все-таки ценители хоккея ждали главные события праздничного вечера – товарищеский матч команды главы района Андрея Иванова и сборной команды родителей. Тренеры спортивной школы Одинцова усилили обоих соперников. Шансы на победу были равны. В составе сборной главы внимательные зрители могли заметить руководителя отделения хоккея Федора Конорейкина, заместителя руководителя администрации Виталия Савилова. За родителей играл начальник сектора по развитию физкультуры и массового спорта городской администрации Алексей Воропаев. Субтитры создавал DimaTorzok На 12-й минуте матча команда Андрея Иванова совершает первый результативный выпад в сторону соперников. Шайба в воротах родительской сборной одиноко красуется единицей на табло до окончания первого периода. Второй отрезок встречи проходит в упорной борьбе при поддержке трибун и армады болельщиков. За кого вы сегодня болеете, за какую команду? За родителей. Конечно, все болеют за команду главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова. Матч очень напряженный, ситуация развивается стремительно. Счет сейчас у нас 1-1. Первое забросили сборная главы. Сейчас счет сравнялся. Ждем продолжения. Однозначно сборная главы победит. Мы в этом все уверены, мы за них болеем, мы их поддерживаем. И они с нами. Выровнять счет родителям удается на 40-й минуте хоккейной встречи. Третий период становится решающим. Подопечные Андрея Иванова вырываются вперед результативной атакой поворотом соперников и закрепляют успех двумя удачными голами. За две минуты до окончания матча хоккеист родительской сборной приносит третье очко. А дальше команда отпускает вратарей и остается на льду в преимуществе. Драгоценные секунды игры ускользают все быстрее. И вот он свисток арбитра. Победа команды главы Одинцовского района. Игра была достойная, на равных. Никто не поддавался, самое главное. И весь тренерский состав, когда нужно было догонять, выходили в одну пятерку. И нас так гоняли жестко. Очень понравилась игра, хорошая. Самое важное, что мы хотели показать настоящий хоккей. Красивый. И такая здоровая пропаганда образа жизни, связанного со спортом. Даже пусть с любительским, но спортом. Я думаю, что зрителям понравилось. Нам очень. Мы думаем, что будем делать такие матчи традиционными. Именно наша школа хоккея, фигурного катания, тренерский состав. Все, кто участвует в подготовке мероприятий. Вся администрация и района, и Ледового дворца, и волейбольного центра. Все, кто так или иначе причастен к спорту. Мы своим образом жизни должны пропагандировать вот эти ценности, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни. В конце матча возникли опасения, что можете проиграть? Или хотя бы счет сравняется? Да, возникли опасения. Действительно вышел весь, как я уже сказал, тренерский состав. И убрали еще вратаря с шестым болевым игроком. Поэтому такой появился легкий мандраж. Очень важно было на взбрасывание, перехватить инициативу и удержать время. В нашей школе, и многие, уверен, в этом зале не были в курсе, и 15 лет. Это школа хоккея и фигурного катания. Мы придумали такой логотип, придумали название. Поменяли весь тренерский состав, поменяли подход к детскому спорту, к любительскому спорту. И я уверен, что вот эта синергия нового, мощного, такого брутального оленя с новым подходом с точки зрения обучения Многое вкладывается в ледовую арену, многое вкладывается в тренажерный зал, который появится в ближайшем времени. Все это даст свой результат, и большое количество детей получат профессиональные навыки, с которыми они смогут дальше участвовать уже в своем развитии в профессиональных клубах. Спорт. Мы повлекаем не только детей, но и родителей, которые постоянно и пишут, и приходят, и общаются, и дают нам какие-то предложения, какие-то идеи новые, как детям удобнее заниматься, что им удобнее кушать, какое питание, как заниматься на улице, болеют они, не болеют после этого, и так далее, и так далее. У нас наладился контакт с родительским, так скажем, комитетом, и мы очень чутко слышим то, что они говорят, то, что они хотят. Это связано не только с, как я сказал, с питанием и тренировками, но еще и с интенсивностью занятий здесь, на ледовой арене, и с теми навыками, которыми преподают, потому что многие до вот этих изменений, которые появились в этом году, многие потом, после занятий здесь, еще докатывались в каких-то московских клубах, на других аренах. Вот это был основной бич нашего ледового дворца, что детям приходилось еще где-то получать дополнительные знания. Они буквально, я знаю, выезжали в 5-6 утра для того, чтобы где-то покататься с какими-то тренерами на других аренах. Мы должны здесь давать полный комплекс, чтобы у детей была максимальная загрузка, максимальные навыки после наших занятий, ну а дальше только профессиональный спорт. Вот такого уровня мы хотим создать школу и будем прикладывать и силы, и ресурсы, в том числе материальное оснащение ледового дворца и нашей школы.